Добрый день! Сегодня узнать у одного из ведущих наших российских джазменов Георгия Гараняна. Здрасте, Георгий Арманович! Добрый день! Сразу начал думать, сколько раз меня излечил джаз. И сколько? Не могу вспомнить пока ни одного раза. У нас для вас есть маленький сюрприз, 1976 год, передача центрального телевидения «Грустить не надо», выступает на сцене ансамбль «Мелодия». Аплодисменты. Как судьба сложилась у музыкантов? Вот эти два музыканта, которых вы видите, очень печально говорят о тех, кто умер. Конечно, есть такие. Ну вот, на трубе играет, якобы играет на трубе, это Шура Симоновский барабанщик. Это вот тот же, который здесь сидит. Здесь какой-то дубляж сделан. Вот, значит, Шура Симоновский в Германии. Боря Фрункин в Германии тоже. Вообще, вы знаете, что из моего ансамбля? Из 12 человек 9 за границей. Ну, сейчас и то время, когда расстраиваются по этому поводу, я очень горжусь тем, что многие из них работают в очень хороших музыкальных коллективах и считаются прекрасными музыкантами. Для меня это большая часть. То есть, в общем-то, наша отечественная джазовая школа, ну, если цифры говорят сами, а за себя, все-таки конвертируема, судя по всему. Да, получается так, что да, потому что очень много наших джазменов сейчас стали просто ведущими американскими джазменами. Например, Боря Козлов, контрабасист, Саша Сипягин, трубач, Валерий Пономарев, тоже трубач, но он работал в «Ардблэке» вообще. Так что наш джаз как-то очень хорошо потягивается. «Ардблэке» Ну, из чего же начался ваш путь в музыке? Ой, замечательно. Я, во-первых, если говорить о пути, то у меня было два пути. Во-первых, самодеятельный путь, в котором я достиг вершин. А вершины это были какого рода? В Москве был центральный дом работников искусств, где была программа «Первые шаги», в которой были такие киты в то время, как Майя Кристалинская, Савелий Краморов. Вы представляете? Он пел песни на французском языке, к которому его обучал Юрий Мухин, электрогитарист. Я об этом не знаю. А Мухина, вы знали Мухина? Мухина? Юру, по-моему. Да, Юру. Я не знал. Нам очень, очень может быть. Но вообще, Цедрито, это было культовое место, как сейчас молодежь говорит. Об этом и говорю, что я достиг потолка. Я был концертмейстером оркестра джаза, о котором руководил Юру Саульский. Представляете, это вот, так сказать, понятие всех людей, которые занимаются самодеятельным творчеством, это был потолок. Мы даже получили серебряную медаль на фестивале молодежи и студентов, который был в 56-57 году. А с точки зрения профессиональной, когда я закончил свой вуз, я сначала попал в Москонцерте к мосовику-затейнику. Но это было жуть. Потом я был в ансамбле Дит Утесовой. Потом я попал, наконец, в оркестр Лустрема, где, как я его называю, оркестр, это мои первые университеты. Вот там я стал уже действительно профессиональным музыкантом. А дальше пошло-поехало. Ансамбль «Мелодия», оркестр Людвиговского. Далее везде. Далее везде. После ансамбля Дит Утесовой вас взяли музыканты, которые вернулись из эмиграции, которые приехали из Шанхая. Оркестранты Лустремовского оркестра. И вы едва ли не первый. 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 То есть первого, кого эти стариканы взяли, это был вот Жора Горанян. Не только я, еще был трубач Юра Коврайский. Первый трубач. Вот нас с двоем взяли из Москвы, мы были первые. И потом к нам присоединился из Казани же Коля Филиппов-турбонист. Вот мы были втроем первые. Ну и как было ощущение? Они не по-нашему играли? Ощущение было, что мы попали в настоящий фирменный оркестр. То есть культура игры и все. Это было абсолютно на высоте. Правда ли это или нет, что зарубежные музыканты в первую очередь правильно учатся ощущать грув. А потом уже, собственно говоря, могут интерпретировать этот грув в мелодию, в аккомпанемент и так далее. У нас это называется свингом. И об этом все время говорил Олег Леонидович. Давай больше лифтяру, свинг. Вот это его более любимые слова. Это абсолютно правильно. Это то же самое. Что грув, что свинг. Примерно все это. Не будем углублять. Не будем углублять. Это вот ощущение ритма. Чтобы в ритме была пружина. Чтобы любой человек, который не понимает ничего в музыке, делал вот так. Если человек так делает... Да. Нет. Чтобы человеку сразу хотелось что-то пританцовывать, приплясывать. Между прочим, кто-то из великих американских музыкантов так и учил это своих учеников. Вот твою музыку должно хотеться плясать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Два произведения джаза. И вот мы жили этим. Мы все мечтали, когда настанет тот момент, когда мы немножко посамовыражаемся. После Лундстрима в вашей жизни был оркестр Людвиковского. Совершенно верно. Оркестр радио. Это было... Ну, все-таки оркестр Лундстрима – это монстр. Почему вы решили изменить одного оркестра и перешли? Дело в том, что, ну, во-первых, были и творческие причины, потому что Вадим Николаевич был нам близок по нашим встречам по работе в Москве. Были причины семейные, потому что нам не очень хотелось жить полжизни в таких затяжных поездках. А поездки были, я помню, одна поездка была даже чуть ли не 7 месяцев. Сейчас, может быть, я немножко привираю, но 3 месяца – это точно. Ужасно. Да, ну, вот представляете, вот было такое. И это сыграло, может быть, даже, в общем, это был один из решающих моментов. И причем-то быт в поездках был не самый праздничный. Да нет, конечно. Тогда были гостиницы даже без ванных, комнат, без туалетов. В общем, во многих местах. И нам хотелось пожить дома, нормальной человеческой жизнью. Кроме того, были определенные амбиции. Московское радио, простите, оно только одно. И там был только один джазовый оркестр. И руководил Вадим Николаевич Людвиковский. Это был очень такой, в свое время, один из самых авторитетных аранжировщиков и дирижеров оркестра. И оркестр сразу же занял видное место. Ну, многие говорили, что это самый лучший оркестр. Я лично поддерживаюсь. И это мнение, он был действительно одним из самых лучших оркестров того времени. Мы участвовали в джазовой жизни, выступали на фестивале, ездили за границу. Это была очень интересная жизнь. И ради этого стоило действительно пойти в этот оркестр. Но, тем не менее, этот оркестр постигла такая же печальная судьба, как оркестр Цедри. А почему этот оркестр? Чем он не угодил? Этот оркестр очень не нравился Сергею Георгиевичу Лапину, бывшему министру. Удивительный человек вообще. Я его видел, как слышал, как он выступает. Он абсолютно эрудирован в тех областях, о которых он говорит. У него блестящая речь. И в то же время он был диким антисемитом. Это выражалось во всем. У нас был неправильный процент евреев в оркестре. У нас было 25 человек, и у нас было 7,5 евреев. С половиной – это там у кого-то мать русская, а отец еврей. Это не тот процент. И когда однажды он нас увидел сидящих на каких-то таких кубиках, ну, режиссер посадил, он говорит, вы в следующий раз их посадите на шестиугольники. Потому что у него было другое замечательное выражение. Борода – это признак сионизма. Так что он был очень и очень странный человек. И поэтому, воспользовавшись оплошностью Вадима Николаевича, у которого были какие-то столкновения с официальной милицией, то ли сейчас с кем, я сейчас уже не помню, он при первой возможности его выгнал. Он сказал, что без Вадима Николаевича он себе не мыслит оркестра, и оркестр ему не нужен. Я попросил Матвея Исааковича Блантера, знаменитого автора «Катюшин», к которому, конечно, не относилось неприязнь Сергея Георгиевича к евреям. Ну, потому что Блантер – это уже был Блантер, он был выше всего, и даже для него. Несмотря на то, что он был министр, а Блантер – просто композитор. Блантер, который был с ним в хорошем отношении, пришел и сказал, вы знаете, такой замечательный оркестр, мы с ним вместе сотрудничаем, они играют мои песни, и просто оркестр такого класса, который даже BBC передает. На что Сергей Георгиевич сказал, вот именно поэтому они нам и не нужны. Все, вопрос закрыт, вопрос был есть. Надо было трудоустраивать оркестр. Володя Чижик, трубач, первый трубач был оркестр, и я, мы взялись изо всех сил. И, наконец, объединенными усилиями, мы устроили часть оркестры, не весь оркестр, на фирму «Мелодия». Естественно, ансамбль назвался «Мелодии», дальше уже историю «Мелодии». «Мелодия» «Мелодия» А вот Блантер, когда к главе гостей радио Лапину пришел, он говорит, их же слушает голос Америки, и Уиллис Канновер, знаменитый музыкальный критик, или, как я не знаю, ведущий программы. Ведущий, да. И Блантер говорит, ну как же, как же вы, что же вы делаете с этим оркестром у Людвиковского? Их сам Канновер хвалит в передаче «Голос Америки». И Лапин, по слухам тогда, сказал, ну, вот за это Сикер Башка. Сикер Башка была мне, потому что за встречи с Уиллисом Канновером в Москве, когда он приехал, и за то, что он передавал мои передачи, меня 9 лет не пускали за границу. Я этот момент пережил, я не озлобился, я себя абсолютно нормально чувствую. Конечно, очень жалко, когда у тебя отнимают 9 лет в расцвете, и когда звонят в госконцерт и просят на гастроли Гороляна, и всегда отвечают, что он занят. Ну, у хорошего мало. Но, тем не менее, в 78-м году это кончилось. В 78-м году я поехал вместе с Роксаной Бабаян дирижировать ей на фестиваль «Всопот». Представляете, ну, такая проверка. Значит, если в «Всопоте» ничего не произойдет, то будет хорошо. В «Всопоте» ничего не произошло, и в этом же году я вместе с ансамблем выехал в Финляндию. Все, за границей было. Ну, а какие-то у вас люди-то в погонах рядом присутствовали, как это называется? Плюс один. Плюс один. Вы знаете, что, если присутствовали, вот я, например, не знаю ни одного плюс один, я знаю, кто был переводчиком, я знаю, кто был представителем Министерства культуры, но чтобы официально так вот человек приходил и говорил, что я плюс один, такого не было. Я думаю, что такого не было нигде. Но угадать, я сейчас просто не хочу заниматься угадыванием, потому что, а вдруг я не угадаю, представляете? А человек действительно представитель Министерства, а я его плюс одному причислил. Я же ему помешаю в его карьере. Конечно, конечно. Мы не в большее. Но я могу сказать, что неприятностей с ансамблем никаких больше не было, у нас было все хорошо, и плюс один, даже если он и был, он был наверняка довольным. Человеком. Эх, задевай! Может быть, вы расскажете про свой замечательный ансамбль? Да, но здесь, насколько я знаю, здесь это половинная пластинка. Это половинная пластинка. Да, потому что здесь половина записана ансамблем мелодий в нужном составе, вот, который есть. А половина, это еще играла оркестр Людвиговского, когда нас разгоняли. Но уже под фирмой мелодий. Так что это вот первая запись ансамбля мелодий, которая только существует. Вот эта? Именно вот эта, да. Но дело в том, что в те годы было 50-летие советского джаза. И Юра Саульский попросил меня реанимировать ряд старых записей, чтобы была возможность, так сказать, продемонстрировать достижение прошлого века. Но никаких не было. Я просто брал, так сказать, их записи и по слуху, так сказать, восстанавливал все эти процедуры. Вот здесь таких восстановленных процедур, по-моему, я не знаю, ну, штук пять точно. КОНЕЦ КОНЕЦ Володя Чижик. Значит, мы с ним были два, видите, даже написано, два руководителя оркестра. Он занимался в основном экономическими проблемами, я музыкальными. Тоже сказать, что разделение было справедливое и очень нужное. Потому что, насколько я разбирался в музыкальных, настолько я разбирался в экономических проблемах. А Володя разбирался одинаково, так сказать, хорошо, носу, с перевесом в сторону экономики. Он был блестящим трубачок, кстати. Сейчас очень не хватает трубачей именно вот такого склада. Первым трубачок, очень хорошим лидером. И, кстати, как солист, если он играл популярные мелодии, то это просто блестящие. А что сейчас? Сейчас он на пенсии, он живет в США. Он, как бизнесмен, очень много раз бывал здесь, и у него была такая бурная, в общем, деловая жизнь. Я не очень в курсе, я с ним дружу, но мы как-то вот у нас разговоры все на другую тему. Не относительно ее деловых качеств. Вот. Леша Зубов. Замечательный музыкант, аранжировщик. Очень такой... Всегда был подвинутый, который мог играть в разных стилях совершенно. Я уже про него говорил, что он недавно приезжал сюда, и он до сих пор в добром здравии, только стал совершенно радикально белого цвета. Боря Фрункин. Когда я уходил из «Мелодии», это, по-моему, 82-й год был, я, так сказать, уговорил начальство изо всех сил, чтобы мой пост должен занимать молодой человек, подающий большие надежды. Это был Боря Фрункин. Вот. Он руководил ансамблем очень много лет, по-моему, до 89-88-го года. КОНЕЦ КОНЕЦ Может быть, давайте... Ну, мне просто самому очень интересно начать разговор с Высоцкого. Может быть, это, конечно, была и запись для вас не первая, а какая-то уже... Нет, с Высоцким у нас была только единственная запись. Но мы встречались с ним на фильмах. Это другое дело. А в студии такая, запись его песен, она была единственная. Два альбома. Кто был инициатором? Это редактор, он был. Он был инициатором. Он подошел сам ко мне где-то на студии, ну, в другое, по-моему, в доме звукозаписи накачал его, и сказал, что мы можем писать пластинку. Я начал дико хохотать, как принято у нас. Говорю, Вова, говорю, ну, ты же тебя вот даже на концерты налево, это и то не всегда пускает. Пускает. Говорю, все в порядке. Есть наряд. А наряд, знаете, что такое? Нет. В котором пишут... Значит, надо записать такой-то диск, столько-то песен, метраж такой-то, текст и так далее, все-все-все, и подписан генеральный директор студии Милова. А как же этот наряд? Наряд появился. Откуда он возник? Вова говорит, есть наряд. Есть наряд. Не стал мне ничего говорить, но я потом вспомнил одну подробность, которая, я думаю, открывает вот путь к пониманию этой проблемы. Его жена Марина Влади. Ну, она непростая была девушка. Она была членом французской компартии. И если мне не изменяет память, по-моему, даже была в руководстве. Так что она наверняка сделала очень много для того, чтобы помочь своему супругу как-то записать этот диск. Но дальше история вообще какая-то очень странная. Да, наряд появился, все, мы записали этот диск. Писали, я вам скажу, работать с Володей. Это, ну, просто счастье, сказка. Он потрясающий человек. Просто феноменальный. Вот легкий во всех отношениях. Я не знаю, конечно, так сказать, многие говорят о его пристрастии к алкоголю. Мне, как сказать, повезло или не повезло, я ни разу его не видел в таком состоянии. И всегда, когда я общался с ним, он был просто, не знаю, большой человек по-настоящему. Когда мы писали его диск, это было очень непросто, потому что в аранжировках мы брали всегда самых лучших скрипачей. Естественно, оркестра Большого театра, тогда считалось так. Значит, все это требовало напряженного внимания, репетиций. И когда мы уже совсем обалдевали от всего, большой метраж записывания был, то приходил Володя, брал гитару, пел песню про польский город Будапешт или про Мишку, которую они пустили в Израиль по пятому пункту. В Израиль. Он пел, что не в Израиль, а в Израиль. В Израиль. А, да, в Израиль. Да. Да, ну тогда так говорили. Или так просто в стихах было. И сразу усталость куда-то пропадала. И мы были полны сил и готовы продолжать дальше. А репетировали вы без него? То есть вы... Сначала без него, потом с ним. Нет, это все много этапов. Сначала без него, потом он приходил в день записи, мы проигрывали, коррекция необходимая, авторская и так далее, и так далее. Он привыкал к партитуре, все дальше. Представляете, 24 песни, это очень много. Записали это мы в кратчайшие сроки. И качество... Он потом сам сказал такую фразу, которая меня очень, конечно, порадовала, что у него никогда в жизни не было таких качественных записей. Не славы и не коровы, не тяжкой короной земной. Пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу, не любви ворованной, не милости на денек. Пошли мне Господь второго, чтоб не был так одинок. Еще одна интересная страничка. Вы, наряду с Зацепиным, по-моему, в качестве авторов первой серии «Ну, погоди». По-моему, не первой. Мы сделали какую-то одну из серий, причем я помню, что там было танго. Это действительно было так. Саша Зацепин, по тем временам, уже был маститый композитор в кино, один из самых успешных. У него уже был багаж привезенных из Казахстана фильмов, у него был багаж здесь фильмов достаточно с Гайдаем и так далее. Вот ему предложили сделать музыку, написать музыку, Котеночкин предложил, к одной из серий «Ну, погоди». А так как он был человек, который очень любил мастерить дома, записывать музыку, у него были магнитофоны, синтезаторы, тогда по тем временам это было нечто. Он предложил мне сделать это дома. У меня был саксофон, естественно, тоже какой-то синтезатор. Я с радостью согласился, мы вдвоем дома записали музыку, ко всему, к этому фильму. Это была очень интересная и очень приятная работа. Я до сих пор вспоминаю, как мне было тогда интересно. Первый опыт у меня был такой, и я очень благодарен Саше, что он меня ввел в эту стезю. Курш? 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 Еще один такой диссидентский поступок после «Голоса Америки» и так далее – это волшебный фонарь Гинзбурга, переправленный в Швейцарию. Вот об этой истории. Ой, сколько Женя получил потом премии за наши волшебные фонари, по-моему, две или три, что ли. И они все высокого качества. Пела вся страна. Наша королева. Мало того, его волшебные фонари показывали, когда-то Пасха-то была. Да, всегда на Пасху. Всегда на Пасху показывали, чтобы народ не шел в церковь, а сидел слушателем Гинзбурга. Действительно, это было событие. Это до сих пор, между прочим, в истории нашего телевидения поворотный момент. Женя так мастерски снимал музыкальные эпизоды все, что это просто академица один Гинзбург у нас. Этого надо учиться. Мы с ним вместе начали сотрудничать не очень удачно, потому что на бенефисе Голубкина мы с ним дрыск разругались. Это место нужно играть так или так? Я считал, что каким-то техническим, музыкальным причинам, творческим. Сказал, не хочу работать. Женя, к моему великому удивлению, через несколько дней позвонил, сказал, что он не прав, и давай работать вместе. Это был какой-то потрясающий поступок, мне непонятный тогда. Сейчас ты знаешь Женю, я понимаю, что он такой, как он есть. И мы с ним до сих пор, так сказать, что-то периодически делаем вместе. И я должен сказать, что сотрудничать с ним это просто замечательно. Было все на белом свете, Люди издавна повторяются, Было есть и снова будет так. Но для всех, для всех влюблен, Песня заново начинается, Было есть и снова будет так. Будет так, будет так, будет так, Будет так, будет так. Было есть и снова будет так. У любви свои законы Сердце разума не послушает. Было есть и снова будет так. Даже в худшие минуты Людям верится только в лучшее, Было есть и снова будет так. Будет так, будет так, Будет так, будет так, Было есть и снова будет так. В 89-м году вы...